Менеджер. Менеджер – личность прагматическая. Без менеджера не было бы ни планирования, ни порядка, ни предсказуемости. Менеджер – это та наша часть, которая покупает для гаража пластмассовые ящички и складывает туда разные болты, гайки, шурупы. Он развешивает все инструменты по своим местам и, чтобы не ошибиться, впоследствии делает нужные рисунки. И если предприниматель живет будущим, менеджер живет прошлым. Там, где предприниматель стремится к контролю, менеджер стремится к порядку. В то время как предприниматель процветает за счет изменений, менеджер инстинктивно стремится к статус-кво. Там, где предприниматель видит благоприятную возможность, менеджер видит проблему. Менеджер строит дом и затем вселяется в него на всю жизнь. Предприниматель строит дом и в тот момент, когда он окончен, принимается планировать следующее. Менеджер составляет вещи в аккуратные ряды. Предприниматель создает те вещи, которые предприниматель составляет в ряды. Менеджер – это человек, который идет вслед за предпринимателем, чтобы устранить беспорядок. Без предпринимателя было бы нечего приводить в порядок. Без менеджера не было бы ни бизнеса, ни общества. Без предпринимателя не было бы развития. Из противоречия между видением предпринимателя и прагматизмом менеджера рождаются все великие проекты. Специалист – это творец. Если ты хочешь, чтобы все было правильно, делай все сам. Вот кредо специалиста. Специалист обожает ремонтировать что-нибудь. Вещи существуют для того, чтобы их разбирать и собирать. О вещах нужно мечтать, их нужно делать. В то время как предприниматель живет в будущем, а менеджер в прошлом, специалист живет в настоящем. Ему нравится чувствовать вещи и сознавать, что их можно делать. Специалист счастлив, пока работает, но лишь над чем-то одним. Он знает, что нельзя делать два дела одновременно. В результате специалист настороженно относится к тем, на кого он работает, поскольку они всегда стремятся, чтобы было сделано больше, чем это возможно или необходимо. С точки зрения специалиста, думать стоит лишь о работе, которую нужно сделать. Лишь в этом случае мышление продуктивно. В результате он не доверяет возвышенным идеям абстракционистов. Можно сказать, что в то время как предприниматель мечтает менеджер суетиться, специалист входит в суть дела. Специалист – это непоколебимый индивидуалист, занимающий свое место и зарабатывающий свой кусок хлеба. Он – основа любой культуры, в особенности нашей. Если специалист не сделает что-то, то этого не будет. Специалисту мешают все, кто только может. Предприниматель вмешивается в его распорядок с еще одной великолепной новой идеей. С другой стороны, предприниматель ставит перед специалистом новые интересные задачи, создавая таким образом потенциальный симбиоз. К сожалению, этот симбиоз редко оказывается жизнеспособным, поскольку идеи предпринимателя не работают в реальном мире. Специалист чувствует раздражение, когда его отрывают от того, что должно было быть сделано. Чтобы попробовать что-то новое, в чем, скорее всего, нет никакой необходимости, менеджер также создает для специалиста проблемы, поскольку он пытается упорядочить работу специалиста, свести последнего к винтику системы. Но, будучи закоренелым индивидуалистом, специалист не может вынести такого отношения. Работа – это то, что делает личность. Если не так, работа становится чем-то чужеродным. Для менеджера, однако, работа – это набор результатов, в которые специалист вносит свою лепту. В связи с вышесказанным, управление специалистом становится проблематичным для менеджера. Для специалиста менеджер становится помехой, которой нужно избегать. С точки зрения их обоих, предприниматель – это главный виновник, создавший их проблемы. Реальность такова, что внутри каждого из нас есть предприниматель, специалист и менеджер. Если бы эти три части были правильно сбалансированы, мы бы имели необычно компетентную личность. Предприниматель имел бы неограниченную возможность обращаться к новым сферам интереса. Менеджер ставил бы прочную основу проводимые операции. Специалист выполнял бы техническую работу. К сожалению, опыт показывает, что лишь немногие из тех, кто вступает в бизнес, могут похвастаться подобной сбалансированностью. Типичный владелец мелкого бизнеса лишь на 10% – предприниматель, на 20% – менеджер и на 70% – специалист. Предприниматель озаряется идеей. Менеджер восклицает. О нет! Пока не воюет, специалист использует представившуюся возможность, чтобы самому вступить в бизнес. Не для того, чтобы реализовать предпринимательскую мечту, а чтобы вырвать контроль за своей работой из рук предпринимателя и менеджера. Таким образом, мечта специалиста исполняется. А начальник умирает. Для бизнеса же это оказывается катастрофой, поскольку управление оказывается не у того, кого нужно. Специалист берет управление в свои руки. Сара выглядела немного ошеломленно. «Я не понимаю», – сказала она. «Как я могла поступить по-другому? Единственная причина, по которой я пошла в этот бизнес – это то, что я любила печь пироги. Если бы не это, то какой бы смысл? Она смотрела на меня с подозрением, словно я пытался ухудшить ее, и без того безвыходное положение. «Давай рассуждать вместе», – ответил я. «Если верно то, что внутри каждого бизнесмена заключено три личности, то можно представить, какая возникает неразбериха. Первый хочет одного, второй другого, третий третьего. И ведь нас сбивают с толку не только наши разные «я», но и другие люди, клиенты, работники, партнеры, дети, родители, супруги. Если ты мне не веришь, ты можешь убедиться сама. Взгляни на себя со стороны, как будто наблюдая другого человека, и ты увидишь, как проявляются разные части твоей личности, как они отвоевывают себе место и конфликтуют друг с другом. Ты увидишь, как одна твоя часть стремится к порядку, а другая мечтает о будущем. Ты увидишь, как третья часть не может стоять без дела, принимается печь, мыть и обслуживать покупателей. Короче говоря, ты увидишь, как предприниматель в тебе мечтает и строит планы на будущее. Менеджер старается, чтобы все осталось так, как есть, и специалисты выводят их обоих из себя. Ты увидишь, что твоя жизнь зависит от достижения баланса между этими частями. Ты также увидишь, что одна из твоих трех частей, четырех, пяти, шести частей является самой сильной, и она подчиняет себе остальные. Если ты будешь наблюдать достаточно долго, то поймешь, какое разрушительное воздействие на твою жизнь оказывает эта сильнейшая часть. И ты увидишь, что если не давать каждой из частей возможности расти, развиваться, то твой бизнес просто не может не стать таким же кособоким, как и ты. Таким образом выходит, что предпринимательский бизнес, неупорядоченный менеджером и не поддержанный специалистом, обречен на быструю и шумную смерть. Бизнес, который ведет менеджер без предпринимателя и специалиста, напоминает глубокий сундук, куда складываются вещи для того, чтобы о них забыть. Такой бизнес умирает очень тихо и аккуратно. А в бизнесе без предпринимателя и менеджера, которые бы развивали и контролировали этот бизнес, специалисту приходится работать до полной потери силы. Только для того, чтобы проснуться на следующее утро, работать еще больше и так раз за разом, чтобы обнаружить в конце концов, что пока он работал, другой за это время успел идти далеко вперед. Сара неуверенно взглянула на меня, но ведь я же не предприниматель, сказала она. Я всего лишь пеку пироги. И я всегда хотела только печь пироги, как специалист, которого ты описывал. Но что же поделаешь, если во мне нет предпринимателя? Я не мог не улыбнуться. Выходило забавно. Я понял, что Сара поглотила наживку. Теперь ей предстояло обнаружить в себе что-то такое, о чем она никогда не подозревала. Прежде чем делать такое заключение, Сара, давай более пристально взглянем на то, чем занимается предприниматель, предложил я. Предприниматель создает картину бизнеса, как нечто отдельное от себя, владельца. Он задает вопросы о том, почему этот бизнес, а не тот. Почему пироги, а не косметика, а если ты пекарь, то тебе сразу приходит в голову идея об открытии пирожного бизнеса. В этом-то и состоит загвоздка. Если ты являешься пекарем и решил заняться предпринимательством, ты оставишь свой пекарский опыт позади и начнешь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...